Добрый вечер! Эфир телеканала Универ ТВ продолжает программу «Неделя спорта». Что произошло интересного за последние 7 дней, узнаете прямо сейчас. Поехали! Зимние Олимпийские игры подошли к концу и спортсмены из России начинают возвращаться на родину. Так, в это воскресенье в аэропорту Казани встречались серебряных призеров по фигурному катанию Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Диана Яковенко подробнее расскажет о встрече наших олимпийцев. В воскресенье в международном аэропорту Казань приземлился самолет с олимпийскими серебряными призерами в парном фигурном катании Евгении Тарасовой и Владимиром Морозовым. Столица Татарстана встречала своих героев во главе с министром по делам молодежи и спорту Владимиром Леоновым. Помимо политики, слова поддержки спортсменам пришли сказать воспитанники Республиканской детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и ее руководители. Сразу же после пресс-конференции в аэропорту олимпийцы отправились домой. А уже утром следующего дня их и других представителей Татарстана на Олимпийских играх ждала встреча со спортивными функционерами России и Республики на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. На встрече присутствовали бронзовый призер в лыжной эстафете зимних Олимпийских игр 2018 года Анна Нечаевская, бронзовый и серебряный призер игр Кореи Андрей Ларьков, участники игр Милена Быкова и Владимир Хадарин. И лучшая лыжница 20 века по версии книги рекордов Гиннеса, президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе Елена Валерьевна. Мне кажется, сейчас у вас в последние 3-4 года такой серьезный бум идет по развитию. Очень много со стороны вашего руководства республики, в частности, и президент поддерживает все наши идеи, и президент Федерации лыжных гонок и биатлона республики Татарстан откликается на это. Я думаю, что если мы эту, ну не столько, конечно, я, моя заслуга только маленькая совсем, если поддерживать будут и в дальнейшем таким образом, то я думаю, что через 3-4 года уже все районы нашей республики, вашей республики будут в лыжных базах, где дети смогут абсолютно доступно заниматься лыжными гонками. Софья Чигунова, Диана Яковенко, Неделя спорт. Теперь мы перемещаемся в баскет-холл, где Казанский Уникс, который лидирует в таблице Единой Лиги ВТБ, принимал Локомотив Кубань. Данная игра была первой после почти месячного перерыва и единственной перед серией игр в Еврокубках против Мюнхенской Баварии. Марина Вахуршева подробнее расскажет с места событий. Повторить ли победу над Кубанским Локой продолжит ли возглавлять Уникс в турнировую таблицу Единой Лиги ВТБ? Вопрос, волнующий всех болельщиков Казанской команды. Совсем недавно Локомотив установил рекорд по продолжительности победной серии во всех турнирах. На данный момент от заветного первого места их отделяет пара игр. С первых минут четверти было заметно, что краснодарцы небрежные и растеряны. Плохие передачи, множество фолов. Сказалось долгое отсутствие игровой практики из-за перерыва в Еврокубке. Игроки Уникса Ласме Эжеме Локот воспользовались моментом и друг за другом атаковали кольцо соперника. Из Локомотива отличился лишь Дмитрий Кулагин, заработав 8 очков за первый отрезок игры. Счет 20-17 в пользу Казанцев. Во второй четверти в надежде сократить разрыв, главный тренер Казанцев Саша Абрадович производит замену. На площадке появляются фавориты команды – колинцы Квале. В течение двух минут они сокращают разрыв. Но благодаря хорошо отработанным броскам из-за дуги Колома и Ласме, Униксу удается удержать отрыв, хоть и небольшой. За две минуты до конца четверти главный тренер Казанцев Дмитрий Сприфтиц берет второй тайм-аут, после чего выводит на площадку под Крашову и Трушину. И не ошибается. За считанные минутки игроки приносят в копилку команды 4 очка. На большой перерыв Уникс уходит с большим преимуществом – 48-36. Третий отрезок игры привел Локомотив в шок. Защитник Уникса Джамар Смит меньше чем за пол четверти приносит команде 8 очков. Следом за ним Меловин Эджем закрепляет результат. Ситуацию спасает капитан команды краснодарцев Марди Коллинз. Хорошо отработав в обороне, он перехватывает мяч, сокращает 20 очковый отрыв. Итог третьей четверти – 68-53. Акценты были расставлены. Сдержать их лидеров, снайперов, грубкого, держать игру один на один Коллинза, которую очень хорошо создает и для себя, и для партнеров. Но в принципе, судя по счету, у нас это удалось. В последние 10 минутки болельщики были поражены сплоченностью Уникса. Они не успевали за тем, как игроки забрасывали мячи в кольцо соперника. Отличился форвард Морис Индур. Он провел несколько хороших передач Коллинзу и Сергееву. А затем сам команде принес заветные очки. Смит и Локот не уступили коллегам. За всю игру они стали самыми результативными игроками, набрав 25 и 20 очков. Итоговый счет встречи – 93-65. Акомодив Кубань показал слабую игру. Уникс превзошел их в организации и доказал, что первая победа была не случайна. Команда продолжает лидировать. Турниры – это в лице «Единой лиги ВТБ». Марина Вахрушева, Роман Фанецков. Неделя спорта. Теперь поговорим о хоккее. 1 марта в Ледовом дворце «Ватан» сборная Казанского федерального университета встречалась с хоккейным клубом «Тимир Хан». Матч получился достаточно результативным. Все подробности расскажет Алина Бакирова. 1 марта в спортивном комплексе «Ватан» в рамках первенства города Казани по хоккею состоялась очередная ледовая битва с участием представителей Казанского федерального университета. На этот раз их оппонентом стал хоккейный клуб «Тимир Хан». Легкой игры никто не ожидал. В составе студентов половина игроков пребывала в лазарете, что позволило «Тимир Хан» с самого начала завладеть инициативой и играть в свою игру. Студенты позволяли соперникам с легкостью вкатываться в свою зону, тем самым давая сопернику отличную возможность забить. «Тимир Хан» умело пользовались такими моментами. И первую шайбу в ворота Руслана Тутищева забросил игрок под номером 20 Руслан Резаев. В конце первого периода счет 5-0 в пользу соперников КФУ. В начале второго периода студенты решили взять игру под свой контроль. Игрок под номером 5 Илья Толенев перехватил шайбу у защитника «Тимир Хана» и, выйдя один на один с фортарем, сумел лишить соперников сухаря. Однако на этом игроки Казанского федерального решили не останавливаться. И действуя по такой же схеме, забили вторую шайбу. На этом голевое шествие федералов закончилось. В ответ на две пропущенные «Тимир Хан» забросил еще два раза, сделав таким образом счет во втором периоде 7-2. Основные ошибки нашей команды, наверное, то, что мало сплоченности. Соперник достаточно натренированный, достаточно хорошо играет, владеет шайбой. Просто побольше опыта нужно нашей команде и сыгранности. Данный турнир мы больше рассматриваем как подготовка к студенческой лиге, поэтому первый курс выпускаем почаще, а старички готовятся к более важным матчам. В третьем периоде шансов на победу у студентов не осталось. В отличие от своих соперников, «Тимир Хан» решил не останавливаться и, прорываясь через линию обороны студентов, забросил последние три шайбы в этом матче. Итог матча 10-2 в пользу «Тимир Хан». Алина Бакирова, Камиля Ибрагимова. Неделя спорта. Продолжаем тему хоккея. На очереди студенческая хоккейная лига Республики Татарстан. На льду спорткомплекса «Зеланд» сборная Казанского федерального университета встречалась со сборной Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Для федерального университета данный матч оказался очень трудным. Подробнее узнаешь в репортаже Регины Насибулиной. 27 февраля на льду спортивного комплекса «Зеланд» в рамках студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан состоялся матч между сборной Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и Казанским федеральным университетом. С первых минут академики завладели инициативой, создавая множество опасных моментов у ворот соперника. Но федералы, грамотно перехвативших ход игры, не дали себя прессинговать. В первом периоде студенты Казанского федерального вырвались вперед. Счет открыл капитан команды Илья Харитонов. Уверенно, уйдя от защитников, игрок точным ударом забросил шайбу под перекладину, не оставив в фартарю шансов на спасение. Далее, в порыве забросить вторую шайбу, хоккеист нарушил правила на соперники, в результате чего был удален с игровой площадки на две минуты. Однако, несмотря на малый штраф капитана КФУ, игрокам у академии не удалось воспользоваться численным преимуществом. После окончания первого периода счет был 1-0 в пользу Казанского федерального. В начале второго команда Поволжская академия быстро реализовала момент, сократив разрыв. К середине игры сборная команды Алексея Илья Иванова начала чаще удаляться. В надежде сохранить счет нетронутым, игроки КФУ сели в глухую оборону. Однако, хоккеисты Поволжской академии быстро соориентировались в данном техническом построении и забросили целых пять шайб в ворота федералов. Счет стал 5-1. Решающую шайбу второго периода забросил Аристар Хволков. Игрок точным ударом расстрелял ворота, на что голкипер не успел среагировать. В третьем периоде болельщики уже не ждали решительных действий со стороны Казанского федерального. Войдя во вкус, Академия все больше давила на оборону соперника. Шансов на победу у сборной КФУ практически не осталось. Завершающие минуты матча игроки Поволжской академии играли не на счет, а на красивую реализацию, добавив в ворота противника еще четыре шайбы. В то время как федералы смогли забросить только две. Итоговый счет матча составил 9-3 в пользу Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Казанский федеральный университет потерпел крупное поражение. Настраивались удержать счет, выиграть игру. Мы потом одну-две пустили, уже команда немножко посыпалась. Ненужные голы пропустили, и народу у нас сегодня, конечно, маловато было, не хватило физики. Будем надеяться, что команда сделала для себя выводы об игре. Ведь данный матч показал проблемы, которые нужно решить. Регина Насибулина, Софья Чугунова, Неделя спорта. 1 марта в спортивном зале «Уникс» состоялся турнир по мини-футболу среди женских команд, приуроченный к празднику Международного женского дня. Участие принимали 12 команд, и Владислав Сергеев сейчас подробнее расскажет о празднике женского футбола. 8 марта – Международный женский день. Но наши спортсменки отмечают его по-своему. В кроссовках, в спортзале, с мячом и немного раньше. Четыре команды институтов экономики, международных отношений, геологии и выпускниц КФУ сыграли в полуфинальных и финальных матчах турнира Казанского федерального университета по мини-футболу, приуроченного к 8 марта. Теперь о матчах. Первый полуфинал открыли представительницы прекрасного пола Института геологии и нефтегазовых технологий и команда выпускниц, именуемые себя как «Команда МАМ». Первый матч был интересен на атаку. Выпускницы регулярно притесняли соперниц к воротам, но забить так и не сумели. Возможность выдалась в начале второго тайма. Пять минут, два гола. Все бы ничего, но серия ошибок в построении команды выпускниц и голод представителей Института геологии. Результат 2-1. Победу одержала команда «МАМ». Евгения Алехина из той же команды поделилась впечатлениями и рассказала немного о себе. Такое часто бывает то, что фортит, не фортит. В прошлом году тоже мы по разнице мячей проиграли. Вот тоже постоянно удары вроде бы хорошо бьем, но то рядом со штангой, то чуть выше, то чуть ниже, но не залетает. Мы с 2007 года вообще играем. И в последнее время вот кто-то родил, кто-то у нас уже беременные, да, ходят. И вот у меня сыну год и восемь, у Рыни тоже маленький сын, чуть-чуть младше. Вот мы так играем. Второй полуфинал открыли фавориты турнира – сборная Института управления экономики и финансов и сборная Института международных отношений, истории и востоковедения. Звание фаворитов девушки из «Эконома» носят не зря. Первый тайм и счет 3-0. Во втором немного иначе. Фолл девушек Института экономики, пенальти и гол. Счет 3-1. Серия ошибок чуть не привела ко второму голу. Спасла крестовина. Эконому стало ясно, что нельзя расслабляться, и в течение короткого промежутка времени они загнали еще один мяч «Борота» и «Маива». Результат 4-1. Институт управления экономики и финансов проходит финал. Мы в финале, мы боремся, мы стараемся забить, мы показываем свою красивую игру, и чтобы в конце радостно крикнуть «Эконом-чемпион» на весь Казанский федеральный университет. Матч за третье место. Играют Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Пять минут первого тайма и счет 2-0. Геологи не могут ничем противостоять. Ни в защите, ни в атаке. Мечи летят мимо ворот. Однако во втором тайме ситуация изменилась. Семь минут равной борьбы. После два гола в сетку команде сборной Института международных отношений. Пенальти. Побеждает и «Маив». Вратарь сработал на отлично. Второй год уже третье место. Хотелось первое, конечно. Но ладно, медаль есть медаль. Все-таки надо быть благодарным. Финал. Противостояние выпускниц КФУ, Институт управления экономики и финансов. Натиск девушек из «Эконома». Гол. За ним второй. Выпускницы лишены возможности атаковать. Итог первого тайма 2-0. Тайм второй. Мобилизовав последние силы, девушки из «Эконома» проводят серию удачных атак и забивают три гола. На что сборная «Мам» ничего не может им противопоставить. Счет 5-0. Победу в турнире одержали представительницы прекрасного пола Институт управления экономики и финансов. Очень сильно рады, все счастливы. Мы уже двухкратные чемпионы КФУ. И что сказать, дальше только больше, лучше. Эконом чемпион! Эконом чемпион! Чемпион! Владислав Сергеев. Неделя спорта. Февраль подошел к концу, а это значит то, что настало время выбирать лучшего спортсмена месяца премии «Олимп» прямо сейчас. Телеканал «Универтв» совместно со спортивным клубом Казанского федерального университета объявляет премию «Олимп». Каждый месяц выбирайте лучшего спортсмена Казанского федерального. Жанна Муравьева, Тимирбулат Самирханов, Елизавета Усанова, Юлия Зобнина, Кристина Огиянко. Лучший спортсмен февраля. Голосование стартует с 7 марта. Подведение итогов в эфире программы «Неделя спорта». Итак, друзья, вот вы ознакомились с пятью номинантами на премию «Олимп». Голосуйте за своего любимого спортсмена и помогите ему стать лучшим из лучших. Для вас я напоминаю то, что первый этап у нас продлится с 7 марта, начнется он в 16.00, закроется в 12.00 9 марта. Второй этап у нас начинается 10 марта в 11.00 и заканчивается 13 марта в 11.00. В итоге мы подводим в следующем выпуске программы «Неделя спорта». Ну и на этом все, друзья. Вы смотрели 53-й выпуск программы «Неделя спорта». Меня зовут Роман Полинсков. Мы еще с вами увидимся обязательно. Но прежде чем мы закончим нашу программу, я очень хочу поздравить всех женщин с международным женским днем. Девушка, у вас с праздником. Будьте всегда такими же красивыми, милыми, нежными и так далее и тому подобное. Короче, как вы себе считаете, так и называйте. Большое спасибо за внимание. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова